так управить добраться с коляской невозможно ничего не предусмотрено а если бы не было мужчины чтобы делала мамочка с коляской как я давай давайте проходить да вы что не можете а что происходит в праве и что ничего а номер закона а для кого это написано для вас наверное приходит как хозяева написано внутреннего правила этого государственного учреждения у вас сейчас прием уйдет кто вам отключил электроэнергию а потом охотина скажет у меня прием закончился вы проходите у нас вот человек не может пройти как он пройдет вот видите он никак у него переступить не может подлезть не может издевается управа над нами в очередной раз ну ладно вам лишь бы только на управу накатить это идет работа мы видим как у вас работа вы предъявляете претензии совершенно необоснованные когда начинаются электромонтажные работы выключается эта штука и обеспечивается проход они у вас плановые эти работы откуда я знаю плановые планы он пришел и сказал сейчас на 5-10 минут я отключу электроэнергию пошел штука а когда он отключится я откуда знаю штука не здесь находится а сколько времени прошло уже годом минут 5 прошло точно как раз к нашему приходу они это все устроили да конечно прям делать больше нечего конечно в управе делать больше нечего только палки в колеса людям вставлять я выстрелила за летом начинается я знаю честные слова девушка жители вот можем представить ну меня вот знаете я не знаю какую-то девушка Кристина меня зовут я не понимаю житель Новоястиновский 13 помня но представьте Далина Ивановна далина Ивановна ну я знаю вот это не молодьмя снимать нельзя я правду это не ваш кабинет это государственный кабинет Вопросы имеют большой общественный ресонанс, поэтому все должны знать, что здесь происходит в управе. Трубки вы бросаете, с людьми не разговариваете. Какие трубки? Когда вам трудятся звонить. На личный мобильный телефон? Ну, лично, не лично. У меня есть тренированные часы, у меня есть городской телефон. Мой личный мобильный телефон, служебного у меня нет телефона. На мой личный мобильный телефон не надо звонить. Учтем. На будущем. Только на городскую нет тоже никогда. Я знаю, поэтому я звонила на городской. Ой, на саду, потому что мы на городской, мне принято чего-то. Ну что, Наталья Владимировна, вы знаете? Да, слушаю вас. Мы хотим поговорить по поводу строечки на новояснице. Почему ПОТ подписан вами? Очень интересный вопрос. А кем вы хотите, чтобы был подписан ПОТ? Здрасте, прилипая. Муниципальный депутат им должен подписываться ПОТ. Им должно с голосованием заноситься. Это в связи с какими законами? Я не знаю, с таким знакомым. Вам виднее, какие законы. Наши ПОТ согласовывается с балансодержательной территорией. Ну подождите минуточку. Мы недели две назад с Александром были у вас. И вы нам сказали, что это дорога. Вы не знаете, чья. Узнали? Я нет. А как-то это писали? Ну, во-первых, в полномочиях у правы нет полномочий на согласование. Я ПОТ не согласовываю. А ваша подпись стоит? Моя подпись стоит. Как представитель органа государственной власти, который ознакомлен и не возражает против организации проекта дорожного движения при условии соблюдения законодательства. Нормально? Жители всего дома возражают всего Ясенева. Вы возражаете против ПОДА? Мы возражаем против стройки. Против стройки? Против того, чтобы строительная техника ездила по этой дороге пешеходной? Мы возражаем. Вы это знаете прекрасно. Давайте мы будем там лежать на асфальте, чтобы технику не отпускать. Это ваше дело. Не, ну хорошо, мы тогда не будем отпускать. Нет, это ваше право. Если вы считаете, что ваши права нарушены... А вы считаете, что ваши права нарушены, а вы считаете, что ваши права нарушены, когда идут люди, я сегодня иду с коляской, они меня видят, где 8-тонная машина. Вы считаете, что это нормально? Без всяких опознавательных машин. И никто ее не сопровождает приезд. И когда он сдает задом, его тоже никто не сопровождает. А у вас там, когда на парковке паркуются легковой транспорт и жителей... А вот по поводу парковки мы тоже хотим поговорить. Как? Как? Основание на что появилось? Ну, это не ко мне вопрос. Управо я поставила. Ну, не мое подразделение. Управо подвесное подразделение. А, кстати, Наталья Владимировна, сейчас какими вопросами занимаетесь? О строительстве торговли. Были услуги гаражей. Здравствуйте. Ну, и что вы на по поводу стройки скажете? Просто мы не поймем, мы хотим услышать на чьей стороне. Все-таки, ну, как бы я предполагаю, что право должно, ну, интересно жителей предоставить немножечко, нет? Смотрите, я вам просто, да, вот покажу, заявитель, строитель, да, мозг там архитектура заносит, вот, вот это вы должны, как бы, да, соблюдать все вот эти правила. Так как вы органы исполнительные, я вам просто говорю, это то, что органы исполнительной власти должны соблюдать. Мне интересно, где у них публичные слушания. Да, по поводу публичных слушаний, как так нет? Ну, мне кажется, уже неоднократно. А на майке ответ не получили. Нет, подождите, ГПЗУ выгоден 11-м годом. В 11-м году должны были проходить публичные слушания, у меня голос такой. Публичные слушания должны были проходить в 11-м году, но никак не в 14-м, когда было межевание, которое еще не вступило в законную силу. Ну, вот я вам скажу, что право проводят публичные слушания по поручению окружной комиссии. А где тогда публичные слушания? Все же ссылаются, что там публичные слушания помежевания完全 alt. Помежевание, да, вы же ссылаетесь на них в 14-м году. Где? Что где? Покажите нам, когда они будут, а какого числа? Подожди, нет, ну публичные слушания нет. Нет, не вопрос. Что там решали? Нет, что там решали конкретно? Ну, Михаил Михайлович, вы знаете, что решают на публичных слушаниях? Вот Елена Германовна тоже знает. сейчас не будем ликвестным заниматься, девушки своей объяснят вам, да. То есть стройка у нас входит в публичное слушание, да? По межеванию. По межеванию. Вы если не понимаете, вы не надо задавать такие вопросы. А так вы нам отвечаете, что были публичные слушания по межеванию. Мы же сами запутали людей. Где публичное слушание, вы мне пишите. Да, сами запутали, а потом начинаете. Публичное слушание, в котором, в 14-м году, был обозначен как ранее учтенный. Подождите, есть закон. Есть закон. Михаил, у тебя нету случайно, где ты розовым фломастером все это отметил? На секундочку, да, я просто зачитаю. Да, вот это, да, 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 вот это. Да, вот, пожалуйста. Зачитываю. Публичное слушание по проекту межевания, проекту разработанного в виде отдельного документа ГПЗУ, предназначенного для строительства, реконструкции объекта, капитального строительства, за исключением объектов, дошкольных, образовательных учреждений, строительства и реконструкции которых осуществляется за счет средств бюджета города Москвы, в составе с пунктом 7 статья 44 градостроительного кодекса города Москвы, законом города Москвы от 25.06.08 номер 28 проводится в обязательном порядке, подлежащей реорганизации жилой территории. Книжевская. По поручению, управа, еще раз говорю, управа права получения слушания по поручению окруженной комиссии. У нас поручения не было проводить. А почему не было? Значит, ГПЗУ, значит, ГПЗУ, значит, ГПЗУ. Права могла применять документы, которые вам принесли. Я вот молодому человеку объясняла, как принимали без пода документы. Ну вот вы принесете свой паспорт, мы тоже не будем смотреть. Может быть, вы его как-то нелегально получили? Не знаю. Поэтому у нас документы есть оформленные? Все. Документы есть оформленные. Вопрос следующий. На каком основании, если у них не было кода до 3-го числа, как они завезли туда? Да, оборудование, все вот эти, да. Блоки, железные листы, заборы. Значит, без пода. А как это без пода? Значит, это нарушение? Это нарушение? Нарушение, наверное. Ну, а почему права наши не действуют? У вас же документы, они вам занесли. Они же вам занесли документы. Наталья Владимировна, у меня такой вопрос. Почему вы не хотите к нам выйти к народу пообщаться? Я уже хотела к вам. Когда народу? Ну, я не помню, есть на сайте Ясенева-2, да, кто не помнит, там все снято, когда я выходила к народу. А седьмого числа мы собирали, приглашали все. Не сборище. Это сборище вы считаете? Официально в управу не было приглашения. Было же префектуру официальное приглашение. Ну, это вопрос к префектуре тогда. Я прошу прощения, можно? Давайте мы попробуем уйти от эмоций. О чем идет речь? О том, что вот код, как в виде документа, с которым вы ознакомились, мы его тоже видели. Условия этого порта, которые в нем указаны, на сегодняшний день не исполняются. Наталья Владимировна, что мы, как жители и вы, как представители органов исполнительной власти, можем сделать для того, чтобы условия, заложенные в их документ, существовали в реальной жизни? А что именно там не исполняется? Ну, смотрите, значит, там не разделены транспортные и пешеходные потоки, например. Не оборудован пешеходный проход должным образом, как он должен быть оборудован. Ворота, стройплощадки открываются наружу, а не внутрь, как указано в ходе. Не установлены дорожные знаки. И на установку дорожных знаков не получено согласование либо СОДД, либо префектура, в зависимости от того. Ну, видимо, есть ли дворобая территория там сзади. Это да, лицо, да, да. Михаил Михайлович, а Вы можете в бумажном виде свои замечания как-то обозначить, и тогда разработчик будет попробовать учесть, может быть, доработать проект организации дорожного движения? Да, безусловно, но эти замечания, скажем, я просто подготовлю их разработчику отправить в управу, можно? Ну, Вы же напрямую, я думаю, можете через нас, давайте через меня можно. Потому что, поскольку, ну, просто поскольку на этом ходе есть вот, ну, это не согласование, как Вы правильно заметили, а ознакомление с этим. Конечно, мы согласовывать, у нас полномочий нет. Полномочий нет, у нас согласование. Техника ездит уже сегодня. Вот, и просто хотелось бы, поскольку он уже есть, привезти его, скажем так... Нет, давайте, Ваши замечания, я думаю, будут учтены по возможности. Я не могу за разработчиков... А у права нет замечаний никаких, да? Нет. Только у жителей есть замечания. Сегодня у нас были сотрудники и представители Государственной инспекции безопасности дорожного движения, которые эти нарушения выявили и зафиксировали. Вот отсутствие разделения потоков, да, отсутствие освещения... А где-то документально оформлено? Ну, очень хорошо. Тогда... А еще вопрос. Скажите, пожалуйста, Вы ознакомились, когда с входом, свою подпись ставили, а Вы в курсе, что у них нету по помывке колес на стройке? Как они выявили? По помывке колес нету до сих пор. У нас есть заключение от ОЭТ, где написано, что такой-то ряд нарушений, и до сих пор Вы не исправили. Нету. Он исправит, значит, так хорошо. А может, возьмете на контроль, что вообще нам помочь эту стройку закрыть? Ну, как-то вот, очень хочется. Основания будут? Оснований мало, публичных слушаний нет, и под получением третьей... А заседание ГАЗК – это основание? Для чего? Для остановления стройки. Для остановления стройки. Это основание? Но если ГАЗК примет решение, естественно, то это будет основание. Наталья Владимировна, а могли бы мы, в принципе, говорим о том, что до, скажем, вопроса вынесения на ГАЗК нам, может быть, управа, скажем так, окажет содействие в рамках исключительно законодательства, до рассмотрения этого вопроса, вот, скажем, при остановлении работ, до выявления тех вот нарушений, которые нами были зафиксированы сегодня. Вы имеете в виду по организации? Да, по поду. Потому что, если эти нарушения есть, то, вот, может быть, ссылаясь на них, управа могла бы, скажем, выйти с обращением к застройщику или, скажем, в какую-то контролирующую организацию, что работы строительные должны быть приостановлены, вот, до устранения этих несоответствий в поде. Потому что, вот, вот, если такая возможность есть. Ну, давайте мы посмотрим на документы, которые СОДД, вы говорите, да, оформят, посмотрим, что там написано «не могу сейчас однозначно ответить на эти документы». Ну, вот мы хотим вас, вот, если вместе, общественность, вот, Елена Сергеевна, ознакомиться. У меня, к сожалению, нет полномочий останавливать. То есть запретить им строить может либо… Либо, да, стройнадзор, либо УАТСИ, который… То есть уже после разрешения нет никакой разрешения. Ну, вот вы правильно же заметили. Потому что немножко масштаб не тот. Нет, ну, почему есть случаи, когда и УАТСИ прекращала стройку? Вот по поводу ГЗК вас как раз хотел проинформировать. Да, я хотела, чтобы пока, на момент, пока не соберется ГЗК, а оно соберется в ближайшее время, хотелось бы, чтобы вы повлияли на то, чтобы стройка сейчас не производилась. – А откуда у вас информация, что соберется в ближайшее время? – Да, я с тобой не соберена. – От ХУС-нулина, пожалуйста. Это от ХУС-нулина. Очень бы вас хотели попросить, пока не произойдет, это комиссия ГЗК, а она будет в ближайшее время производиться. Это я вам оставляю. – Сколько люди, мамы с колясками, там будут стоять под этими колесами? – Я стою, у меня 11-месячный ребенок, я стою до с половиной месяца. Два с половиной месяца я лично останавливаю машины, которые едут на меня, без подровки. Она что мне еще говорит, что я хулиганка. – Исходя из этой информации, нам бы очень хотелось все-таки в лице управы, чтобы, опять же, в рамках исключительно действующего законодательства, в рамках тех, скажем, нарушений, которые, несоответствий, которые есть в ходе, с которым мы ознакомились, чтобы мы предприняли все возможные меры для того, чтобы, как правильно говорят, строительные работы в активную фазу до решения ГЗК не входили. – Да, но я вам обещать это не могу, давайте мы получим документ, посмотрим, я, естественно, с главного права. – А какой документ вы хотите еще получить? – Ну, какой, кто был сегодня? СОДД, вы сказали, составили протоколы? – ГИБДД, а СОДД мы еще ждем по поводу установки – Да, я хотела бы, да, увидеть просто документально зафиксированные нарушения, о которых вы говорите. – Ну, информация официальная такова из ГИБДД о том, что представители застройщика ОРОЛГИС должны в пятницу получить приписание об устранении выявленных сегодня нарушений. Протокола на руках у нас нет, он сейчас только готовится, потому что мы только вот раздались. – Только да, только что это все произошло. – Притом это уже был не наряд ГИБДД, это было руководство должного ГИБДД. – Ну, давайте дождемся документа от них, и тогда уже… – Ну, вы будете нас содействовать? – Наталья Владимировна… – Если это возможно в рамках действующего законодательства, то да… – Но мы вас очень просим посодействовать и приостановить эту стройку, пока не создастся ГЗК. приостановить. Мы можем попросить застройщика. – Да попросить. – Да, как, в принципе, мы до этого его просили. Еще раз, Дуря, увидим документ, тогда посмотрим. – Наталья Владимировна, у меня такой вопрос. Приходил 2-го или 3-го ноября, работал Александр Владимировна. С нами так мило беседовали на протяжении полутора часов. Когда позвонили мы буквально на следующий день, нам так грубо ответили, сказали, все, мы больше вам не будем ничего говорить. Вот звоните, официально пишите, в течение 30 дней я вам отвечу. Я поддерживаю его. С вами только официально можете приседать. – А где там кого оскорбили? – Ну, это я не знаю, я не присутствовала. – Ну, я не присутствовала, но я просто видела видео, там наковая, где не оставляет. – Да, поэтому есть приемные часы, звонить не надо, тем более на личный мобильный телефон. Мы всегда доступны, и я доступна. Вы можете прийти, но вы знаете, что я всегда всех принимаю без записи. Поэтому можете прийти, если у вас какие-то вопросы. – Наталья Владимировна, мы все-таки очень хотим, чтобы мы, просто у нас тут всего 7 человек, а у нас есть еще человек 100, которые хотят тоже вас увидеть и послушать. – Пока я вам все сказала, пока мне нечего вам сказать. – Алина Владимировна, больше вы можете им передать все? – А когда мы узнаем вот по поводу, что вы попросили? – Когда я увижу документ ГИБДД. – Вы его запросите? Какой у вас связь не будет? – Нет, я думаю, что они выдадут предписание застройщикам, застройщик нам его предоставит. Мы вконтакте застройщикам. – Но нарушение по поводу вам можно будет перечислить, и вы к работе в суде? – Да, конечно, включите свои документы. – То есть на данный момент, который есть под и поставит ваша фамилия под ним с подписью? – Да. – А он недействителен? – Почему он недействителен? – А почему он недействителен? – Как он может быть недействителен? – То есть их под не требуется согласований вообще никаких. – Да, зачем? – Вы проверяли, кто готовил техническую информацию? – Вы это проверяли? Кто готовил этот пол? – Ну, вот эти схемы, кто там, какая организация? Существует ли она? Или вам просто принесли, и вы так посмотрели, ну, нормально. – Я вам могу рассказать, где она существует. – В контакте. – В контакте. – В соцсетях. – Молодой человек. – Я информацию свою… – У меня самой в контакте нет, и я вообще не доверяю вот этим соцсетям. – Не знаю, а СМУ у нас доверяет, ГИСТ у нас доверяет таким людям. – Здравствуйте. – ГИСТ у нас доверяет, Синтрон у нас доверяет. – Получается, что они все доверяют, а вы не доверяете? – Раз они обращаются через соцсетях. – Да. – Через соцсетях. – Да, я вообще интернету не доверяю. – У нас год получен от какого-то дяденьки, который вот начертил вообще непонятно как. – Да. – Вы его взяли, подписали. – Это тоже не документы, вы все говорите. – Вот год получен не от дяденьки, а от застройщика… – От какого застройщика? – ГИС. – УАО ГИС. – Правда, в поде указано. – Нет, уАО ГИС… – Нет, уАО ГИС… – Нет, уАО ГИС… – УАО ГИС сказала нам по телефону, что ему под не нужен. – Не, ну нам он его представил. – А-а-а. – И вы знаете, и письмо они нам поэтому… – Вот и кто кого запутал, вот действительно, вот кто кого запутал. – Ну, именно, кто вас запутал. – Публичные с юристом, уАО ГИС, на что мне было сказано? – Какой под? – А нам не нужен под, мы же не выезжаем на дорогу. – Нет, но тем не менее разработанный под представлен и мы с ним знакомились. – Через соцсети. – То есть нам приходит 100 до ответ, что пода нет буквально в начале ноября. А тут раз 3 ноября у нас появляется под подписанный вами. Вот у меня просто большой вопрос. А разве под не нужно было делать до того, как началось строительство? – Вот. – Знаки опознавательные расставились. Все делается до момента строительства. – А почему вы подписываете? – Почему вы подписываете? – Во-первых, еще раз я говорю… – Ознакомились, хорошо, хорошо. А как вы можете ознакомиться, когда до момента строительства пода не было? – Вы знаете, вы можете принести вот такую бумагу, я тоже могу с ней ознакомиться. – Хорошо. Когда вот в этом поде, вы ознакомлены с этим подом, вы просто поставили подпись, чтобы вы ознакомы. Значит, вы никак не утвердили этот под? – Нет, нет. Ещё раз говорю… – assistant today должен быть до момента строительства. У нас полномочий, полномочий по УППУ на согласование каких-либо документов. Хорошо, тогда она мне показывает сегодня подбор. Вот видишь, у меня УППУ подписал, и я пущу технику. Я могу сказать, что я хочу делать с твоей бумажкой? И просто встать и не пустить технику? Нет, вы можете встать и не пустить технику. Нет, подождите. Я могу, что я знаю, что в любом случае. Мне просто очень интересно. Вот ваша подпись стоит, ваша стоит, подпись, чтобы ознакомлены. Он мне показывает бумагу, говорит, мне УППУ подписал, я могу здесь есть, я могу сказать, что вы не можете, потому что про просто ознакомилась но получается вы же его я принимаю вопрос основная согласовывающая организация это они согласовывают только у подписывания подписывать они тоже должны они тоже должны быть да она у них находится потому что ей или вы же департамент транспорта должен был подписать но так как это не дорога то наше самоуправление мы должна подписать то есть у нас должны подписать в депутаты наши проголосовать согласны они с этим или нет а у нас вот автодор подписала и ахотина значит он будет недействительным но потому что значит он недоработан так скажем значит не все подпись и 100 звену пропущен ладно автодоры ваши есть а у депутатов для подписи где потому что они еще сколько там еще нарушение если его баланс и держатель гбв автодор хотя я там была у нас территорию убирают гбв жилищник мы не уверены в том что это территория относится к компетенции гбв автомобильной дороги я с ними разговариваю частично это новоисленский проспект хорошо пешеходная дорога автодор зачем же к нам приезжал оконченный спектак вот с такими картами и искали чья это дорога но это же дорога автодора сразу же не автодора дорога я разговаривала с автодором то есть я просто 1 ноября решили отдали автодору а 3 ноября сделали под подписанной получается у нас так а то что вся документация в обратном порядке в датах идет вас это не смутило какая-то ну вот у них а тендер у гиса проходил 25 августа а все остальные документы с войти с мозгу страны отзора получено в июле месяца на каком основании откуда где знал что синтро ты выиграет мне еще интересует вопрос не ну вам же принесли эти документы ну вот паспорт принесли в оригинале а вам приносит копия ни один из вас не видел настоящих оригинальных документов вот вы видели оригинальные документы вот лично вы видели оригинальный документ замечательный и вы видели меня и никто не видел а ордер айти должен быть на стройке оригинальный экземпляр более того ордера в оригинале его нету даже в самом айти я же ездил на приемы общался с запахов но как зовут не помню они очень были любезны нас выслушали но я говорю где оригинал ордера отец с оборотной стороной его то есть половина документов не существует на одном ордере написано синтро на втором ордере синтро уже нету то есть мы не видим этого вот хотели бы увидеть это наше мы будем писать в прокуратуру и указывать полностью имена которые стоят на всех полностью документов вплоть до одного из горстана пошли не то что будет наш вошел а не просто тогда прокуратура разбирается будем звонить это разбирается посмотрим кто потому что можно сами двадцать первом веке я больше в один кабинет занесли а другой тот слышит дала слава подписать просто тупо любите подписывают поэтому для нас вот сейчас главный вопрос чтобы она помогли просто на данный момент как хотя бы остановить эту стройку пока будет языка я вам ответила на это тогда мы можем пойти в автодор спросить у автодора почему они зачем они даже разрешают почку на может идти все что вы не спрашиваете в принципе у губу автодор вообще честно говоря для меня новость что у нас губу ну я не знаю согласовывает говорит о том что она ознакомлена миш я разговаривала с губу автодор я сразу говорю они сказали у них новаястинский проспект и вот эта прилегающая часть пешеходная вот эта дорога который мы сейчас говорим к ним не относится 5519 да тогда зачем они написали свои штамп поставить чем они поставили что не надо они наявляется фамилия заканчивается на я на я так если у вас до встречи в эфире они чем и ничего нового для себя не это абсолютно опять говорили мы на нас никто не поймешь предоставим наталья владимировне и органы исполнительной власти те скажем несоответствия в позе который мы миш мы но мы их перечислим мишу и мы протяжении чиновники не хотят поработать вот как раз по поводу работы чиновников чиновник вы со слов хотя бы можете записать и отправить почему почему должно быть мы жильцы вас просим пожалуйста чтобы нам помогли на данный момент я говорю я увижу документ а вот я думаю что если вы пойдете посмотрите своими глазами вы увидите что там ничего нету вот тогда вот вы скажете я видела я хочу это пока остановить вы это не можете сделать у вас же нет в глаза у меня нет полномочий на восстановление строительства мы уже об одном и том же 3 раз и мы договорились о том что у нас ведь это не первая такая скажем проблемная ситуация и управа выходила с инициативой застройщику с просьбой о приостановлении активной строительной фазы до рассмотрения вопроса на газы к у нас так с вами было по УРОКТЛА 7.2 скажем да по литовскому 19 у нас была точно так же вот мы как жители ходатайствуем перед управой о том чтобы управа с инициативой обратилась застройщику о скажем так приостановление активной строительные фазы, до рассмотрения вопроса на ГЗК в соответствии с тем письмом, которое мы вам передали, вот мы об этом бы вас хотели попросить. Откуснули. Вот покажите мне, где здесь, вот эта вот последняя фотография, здесь нету пункта помывки колёв. Ты просто не видишь. Ну да, наверное. Очень так же, как и дороги, дорога есть, а на самом деле её нет. Воздух, мы ходим побольше, электричество, дорожки не освещены, почему-то фонарь их не освещает их стройку. Наш фонарь. Фонарь, фонарь, который Москва поставила для жителей, они его развернули? Нет. Он стоит у них, вот я вам показываю. Нет, он как стоял, так и стоит. Вот он стоит, вы что не видите? Он как стоял, так и стоит. Он освещает их стройку, а я иду в темноте по тёмной дорожке. А вы не видели дорожку какую-нибудь? А сейчас, если они выложили вот этот настил деревянный и опять фонарь освещает вот их дорогу, где будет проезжать техника, а люди опять будут идти в темноте. Ну, я думаю, вопрос с освещением решается. А до пятого ноября он должен был быть решён. Предписание до пятого ноября. Всего дня 9-го. Всего дня 9-го. Да. Ничего не слышно за 5 дней. Слышно, что штраф наложили. И всё. И опять молчим. Ну, сейчас залезем, посмотрим, чем дело закончилось. Спасибо большое. А вы нас услышали? Конечно. Точно? Ага. Тогда мы в следующий понедельник к вам придём, узнаем, к чему он пришёл. Ждём реакции, да? Угу. Сколько же будет? В течение 30 дней по законодательству Российской Федерации. Да? Ну, я думаю, что когда органы исполнительной власти ознакомятся с протоколом ГИБДД, вероятно… Да. А у нас, во-первых, два протокола уже лежат в ГИБДД. Да, у нас… И что-то ответов нету. Да, у нас есть протокол ГИБДД. А, у нас нет ответов нету. В ГИБДД. В ГИБДД. Да, у нас… Вопрос в ГИБДД. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А ну, вот право. Всё, у меня следующий приют… Вы, Юрий Александрович? Да. А, вы – Республика. Спасибо вам большое. Девяюсь, ей понравится кто-то. Ага. Который был. Нарушен. Спасибо.